В Санкт-Петербурге в Святодуховском духовно-просветительском центре Александра Невской Лавры в рамках Международного фестиваля православных певческих традиций «Истоки» состоялся концерт, в ходе которого коллективы из Грузии и России исполнили древние православные песнопения знаменного византийского и грузинского распевов. В непривычно пустом зале Свято-Духовского духовно-просветительского центра нет зрителей, нет заслуженных аплодисментов. Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса концерт можно было посмотреть только в прямой трансляции в сети интернет. Профессиональным коллективам перед пустым залом петь сложнее. Но зато вот у нас вчера, например, выступали любительские коллективы. Им наоборот проще петь, потому что они не так волнуются. И я бы сказала, что вот в этом году любительские коллективы у нас звучали лучше, чем по сравнению с прошлыми годами. Я думаю, что как раз из-за этого, потому что они менее волнуются. А профессионалам им, конечно, не хватает ответа публике, им не хватает аплодисментов, им не хватает улыбок. Им нужна, конечно, вот этот отклик. Им весом тяжелее. Несмотря на значительные ограничения, фестиваль дал уникальную возможность музыкантам и исполнителям общаться между собой, делиться опытом и знаниями. Кроме концертов в программе фестиваля прошли мастер-классы и вебинары по знаменному распеву от руководителей ансамблей древнерусской музыки. Мы можем на этом мероприятии посмотреть, насколько мы разные. Насколько разный просто обычный клиросный кор, который поет это за богослужением. Или более подготовленный сценический ансамбль, который занимается немножко на другом уровне тем же самым материалом. Мы можем посмотреть и поделиться друг с другом своими идеями. Соответственно, а зритель может увидеть разные полосты, разные уровни восприятия, разные уровни интерпретации. Потому что, на мой взгляд, собственно, традиция жива ровно настолько, насколько мы свободны ее интерпретировать. И если у нас есть некая свобода интерпретации этого материала, значит традиция еще живая. Вот это и классно.